Добрый день, друзья! Сегодня мы с Натальей, с нашим социальным адаптатором из Германии, будем разговаривать на тему резюме, как составить резюме для того, чтобы трудоустроиться иностранному сотруднику в Германии. В Германии действительно существует закон об упрощенном трудоустройстве для иностранных граждан. Есть ряд процедур, которые необходимо соблюсти, но это мы расскажем обязательно подробно в других видео, а сегодня мы будем разговаривать именно о резюме. И мы хотим рассказать три основные причины, почему нужно обратиться в нашу компанию для составления резюме. Вы можете использовать эту услугу как в комплексе, у нас есть полное сопровождение по трудоустройству соискателя, или вы можете заниматься поиском работодателя самостоятельно, а к нам можете обратиться просто с целью оформления резюме надлежащим образом. Наталья, скажите, пожалуйста, с чего начнем, что является номер один, что необходимо подчеркнуть в резюме, ну и с чего нужно начать? Ну, на самом деле мы должны посмотреть на все стороны соискателя, выявить его лучшие стороны и, естественно, их подчеркнуть наилучшим образом. То есть это все нужно делать профессионально, максимально просто и понятно для работодателя, естественно, исходя из, на самом деле, жизни нашего соискателя. Да, то есть для того, чтобы получилось качественное резюме, да, мы должны над ним, естественно, немножко поработать. Даже если у наших соискателей уже имеются какие-то резюме или что-то в этом роде, все равно очень часто мы понимали, что для того, чтобы подогнать это, скажем так, под наш рынок, под запросы наших работодателей, мы должны это обработать, мы должны это где-то что-то поменять местами, где-то дать какие-то советы, как можно это улучшить, как можно это заполнить. И, естественно, получается в конце итога заполненный, насыщенный резюме, который понятный для нашего работодателя, потому что немецкие работодатели имеют, конечно, свои запросы, они немножко отличаются от других рынков. Ну, естественно, тут мы уже проводим анализы рынка, тут мы уже проводим, полностью входим в роль и подбиваем как бы одного к другому, чтобы получилось на выходе все, как нам нужно. Хорошо. Ну, правильно ли я понимаю, что человек может просто, например, пообщавшись с тобой, рассказать о своих сильных сторонах, о своих слабых сторонах, да, может быть, о каких-то планах, о том, да, что какие там сертификаты, дипломы, да, появятся у него в ближайшее время, и тебе достаточно просто разговора с соискателем для того, чтобы это должным образом принести на бумагу? Ну, на самом деле это так. Ну, конечно, чем больше у нас бумажечек, скажем так, тем более внушает доверие наше резюме. Поэтому все, что есть у нашего соискателя, все курсы, все какие-то прохождения практик, прохождение каких-то там повышений квалификаций, все это мы прикладываем, желательно, чтобы это все было на бумаге, и тогда это резюме имеет еще более большую весомость. Хорошо, смотрю, а в случае, если у человека, например, ну, вот есть как бы просто образование, высшее образование, но при этом, ну, вот нет никаких дипломов, сертификатов, чем он мог подтвердить, да, можем ли мы, например, дать рекомендации, да, что нужно конкретно для него, чем дополнить, наполнить вот это резюме, чтобы оно стало эффективным в плане труда? Да, естественно, конечно, то есть, ну, если у человека высшее образование, то у него по-любому есть хотя бы один диплом, это уже хорошо, да. И, естественно, главное для Германии, чтобы у нас было резюме без промежутков, и когда появляются вот такие промежутки, их, естественно, чем-то нужно заполнить, и тут мы уже входим в разговор и вместе решаем, чем мы могли бы заполнить эти промежутки, как это можно лучше сделать, либо какое-то, опять-таки, повышение квалификации с получением, опять, какого-то дополнительного диплома, чтобы, опять-таки, повысить качество и доверие нашего резюме, чтобы оно было максимально, когда человек показывает, что у него есть интерес к повышению квалификации, у него есть интерес что-то сделать, куда-то сходить, с кем-то пообщаться, и еще за это получить сертификат, то, естественно, для работодателя, для немецкого работодателя, это куча огромных плюсов и галочек, то есть это очень нужные люди, которые берут руками и ногами. Хорошо, ведь на самом деле есть очень много совершенно бесплатных или бюджетных вариантов, как повысить свою квалификацию, то есть это посещение различных мероприятий, и, в принципе, это может быть как онлайн, так и реальное живое посещение. Хорошо, то есть, в принципе, тему довольно-таки раскрыли, может быть, еще знаешь, какой момент, вот немцы, да, они же вот, ну, как бы относятся немножко по-другому, может быть, такое мировоззрение, скажем, отличается там от наших граждан советского пространства, а вот как оно должно это резюме выглядеть, скажем так, визуально, да, есть ли вообще какие-то особенности, как вот лучше правильно заполнять, потому что сейчас есть даже множество приложений, которые рекомендуют, как заполнить, да, если раньше стандартный формат, это такая вот фотография, кстати, нужна ли фотография? Да, нужна, потому что есть вообще некоторые страны, где вообще запрещено фотографию, вот, и, соответственно, вот, например, как бы, ну, резюме, на первый взгляд, оно должно, как бы, сразу привлечь внимание работодателя и вот как формат его оформления именно, то есть обычно какими методиками ты пользуешься, какими-то специальными программами или каким образом это все составляешь, чтобы это вот прям, знаешь, сразу вот такой вот PDF-файл, да, ты управляешь работодателю и он такой сразу, вау. Ну, естественно, у меня есть программы, с которыми я работаю. Внешний вид резюме очень поменялся за последнее время, то есть если это раньше, скажем, лет 5-6 назад, это было, то есть мы начинали со школы и шли на сегодняшний день. Лет 5-6 назад это перевернулось, то есть последнюю деятельность мы пишем в первую очередь, то есть чтобы работодатель мог глянуть и посмотреть, ага, чем же человек занимался в последнее время или занимается до сих пор, чтобы уже сложилось впечатление и тогда уже читает, как бы, а с чего он же начинал, да, то есть поменяли. А сейчас поменяли еще и внешний вид. Но еще хочу сказать, что это зависит очень сильно от профессии человека, каким делать резюме. То есть если это продавец, у него резюме должно быть броское, у него резюме должно хватать, то есть, вот как ты говоришь, увидел, пришел, увидел, победил, да. А если это человек, который хочет оформиться на фабрику, который не броский, который не сильно хочет, чтобы его замечали, просто приходи, делай свою работу и уходи, там резюме должно быть скромное. То есть я, естественно, смотрю еще по профессии и по человеку, насколько мы можем играть с этим, да. Есть такая графа, например, личные качества, то есть вообще тоже, что туда лучше указывать, да, то есть опять отталкивается от профессии, да, вот на что обращают внимание немцы, потому что, ну, в России смотрят там ответственность, да, сразу же там пунктуальность, да, а здесь, ну, аналогично или есть какие-то особенные... Сейчас немецкие качества назвала. Пунктуальность, ответственность, точность. Ну, на самом деле, опять-таки, опять-таки, это зависит от профессии. То есть если у меня, если мне нужен хороший продавец в моей компании, и, ну, есть за ним такой грешок, что он, например, любит опаздывать, но он у меня лучший продавец, но я закрою на это глаза, что он опаздывает, да, то есть как бы мы в Германии не жили, но все равно в первую очередь хороший шеф, хороший работодатель смотрит на свои выигрыш, да, а поэтому, опять-таки, все индивидуально. Ну, то есть где-то конкретно какой-то профессии, можно даже указать спонтанность, и это будет, наоборот, преимущество. Да, и именно для этого нужно обращаться к профессионалам, да, для того, чтобы ваше резюме выглядело максимально качественно, да, то есть чтобы оно привлекало внимание, чтобы это была ваша визитная карточка, да, то есть мы специально проводим большую работу над этим, чтобы выявлять именно потребности работодателей, чтобы в последующем помогать соискателям. Также вы можете составить его самостоятельно и взять такую услугу по проверке и по каким-то рекомендациям. Если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте заявки на сайте, который будет указан на нашем экране. Мы приносим свои извинения за то, что слегка было шумно, поскольку мы сейчас находимся в Германии, мы прям вот посередине улицы сели и решили записать это видео, поэтому, думаю, оно было информативно и шумно небольшой. Пока-пока! Всем пока!